И снова доброе утро, дорогие телезрители. Просыпайтесь вместе с нами. Сегодня вторник, 13 августа, и будем вас мы, Андрей Макоенок и Надежда Тимофеева. Мы вас будем, дорогие друзья. Здравствуйте всем. Пока что рассказываем важную новость. Начался прием заявок на 14 сезон проекта Social Weekend. Это полезная вещь, между прочим. Там реализуются различные классные проекты, которые делают нашу страну лучше, жизнь тоже помогают людям в разных сферах. Сегодня у нас в гостях пиар-менеджер Анастасия Пищенкова и финалист восьмого сезона, автор проекта «Чехлы на кувезы для недоношенных деток» Марина Бегункова. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Как мы рады вас видеть с такими добрыми, хорошими проектами и мыслями. Ну вот расскажите про прием заявок. Он уже начался? И сколько людей желают поучаствовать в этом году? Начался. Начался он онлайн, традиционно. Мы принимаем заявки через наш сайт. И в этом сезоне у нас еще нововведение. Мы принимаем не только вот такую полную форму заявки, где нужно расписать и какую проблему решает проект, и как, и бюджет, а еще и оставили такую маленькую напоминалку прямо на главной странице. Так что слоган этого сезона «Не оставляй идеи в голове». Такой у нас главный посыл. И вот зайдя на главную страницу, можно заполнить буквально два поля. Тебе хочу участвовать вот так и все, да? Нет-нет-нет, рассказать, какая идея пришла в двух словах, ну буквально какими-то ключевыми словами. Кстати, очень забавно, как люди описывают свои идеи и где она пришла. И потом мы уже, команда организаторов, отправляем на имейл напоминание, что вот вам во сне, в душе, в путешествии, вот такие вот оставляют люди места, где им приходят идеи, вот вам там пришла вот такая идея. Так что не оставляйте ее в голове, а подавайте заявку. А есть какой-то у вас дальше фильтр, что вы смотрите на идеи, нет, ну это какой-то бред, совсем этого звать не будем, это хорошее, нормально. Есть такое? Нет, к участию в конкурсе допускаются все идеи, за исключением положения конкурса у нас не могут участвовать идеи, связанные с религией и политикой. А все остальные милости просим, пожалуйста. И Сашел и Кент это полностью народный такой конкурс, где организаторы никак не принимают участие в отборе проектов. То есть самый первый этап это у нас народное голосование, когда люди голосуют за проекты, потом экспертный отбор. Экспертный отбор это когда у нас есть следующий этап, это трек обучения, где представители разных компаний, топ-менеджеры читают лекции, абсолютно безвозмездно таким образом свою социальную ответственность проявляют. И они вот участвуют в отборе конкурсантов. Ну и в этом сезоне еще у нас будут амбассадоры, лидеры мнений по всей стране, они тоже будут выбирать проекты в следующий этап. Есть вот один прекрасный человек у нашей студии, да? Это Марина, давайте про нее и поговорим. Марина, слушайте, вот мы сейчас видим, я не знаю, наши телезрители видят ли заднюю стенку, тут показываются немножечко фрагментов из вашей работы, из вашего проекта. Расскажите нам, пожалуйста, что за проект был такой, потому что я знаю, что очень важную и полезную вещь вы сделали. В 2017 году я участвовала в Social Weekend, вышла в финал и полностью реализовала проект благотворительный, социальный, который предназначен для региональных роддомов. Проект назывался «Чехлы на кювезы» для недоношенных деток. И после того, как Social Weekend сняли «Историю успеха», буквально в начале этого года, пошла вторая волна, на меня обрушился совершенно шквал сообщений. Может быть, вы продолжите проект? А тогда, в 2017 году, у меня действительно была идея продолжать тему выхаживания недоношенных детей, и я поняла, что люди отзываются, это очень здорово. И вот сегодня я могу с гордостью сказать, что мы собрали деньги на следующий этап реализации проекта, и уже первое, там уже не только чехлы, но вот такие коконы-гнезда для недоношенных детей. В чем отличие? Молодые мамы тоже заказывают и используют такие коконы. Например, для недоношенных деток они очень маленького размера, потому что чаще всего детки рождаются недоношенными, маленькими, и им нужно ограниченное пространство. Для выхаживания это идеальная среда. И я вот могу с гордостью сказать, что уже первые вот такие коконы сейчас уехали в Светлогорский роддом. И мне уже прислали фотографии, что уже активно пользуются. Но вы же не одна делаете эти коконы, у вас же есть команда, которая вам помогает. У меня есть помощники, это такие же девочки, которые совершенно с горящими глазами, молодые мамы, которые хотят помогать, и мы вместе вот отшиваем эти изделия. А быстро собрали вообще всю необходимую сумму? Потому что проект такой важный. Была площадка, 60 дней у нас была установлена, но за 40 дней было все уже собрано. Анастасия, а расскажите, пожалуйста, какие еще у вас в памяти проекты? Потому что вот этот мы помним, все уже наши зрители тоже знают, заинтересовались. А что сразу приходит в голову, когда Social Weekend звучит? Да, я вот еще немножко добавлю, что самое важное, что Марину поддерживает сообщество. И вот это как раз главный ответ на вопрос, что такое социальный проект. У нас часто спрашивают, что такое конкурс социальных проектов, что значит социальных проектов. Это проект, в который могут поддержать люди, в котором задействовано много людей, который будет направлен не только для вашей семьи и друзей, но и люди, объединенные каким-то интересом, либо проблемой. Наши такие самые известные финалисты, сейчас у нас гремит история успеха проекта Deep D, они придумали насадку на мобильный телефон, с помощью которой фотографируется глазное дно, обучили искусственный интеллект, да, обучили искусственный интеллект, значит, изучать эту фотографию. Я, возможно, не очень научно рассказываю. Ненормально, как раз так надо, как надо. Значит, изучать эту фотографию, определять по этой фотографии различные стадии заболевания сахарного диабета. Ничего себе, по глазу! Насколько я знаю, еще какие-то есть заболевания, но я боюсь ошибиться, поэтому не буду в медицинские термины. Не, Анастасия, вы наоборот все хорошо рассказываете, потому что приходят такие люди, говорят, воздействие на сетчатку, роговицы глаза, и думают, боже мой, что ты рассказал нам сейчас? В чем гордость вообще всей этой истории? В том, что Ярослав Лихачев пришел к нам на social weekend, совершенно один, с идеей. Он пришел сначала на хакатон, это такое мероприятие, где собираются разные эксперты, собрал команду, значит, за сезон они разработали проект, и сейчас они получили международный грант и внедряют свой проект в Руанде, для того, чтобы они, значит, сначала получили грант и в Голландии обучали свой искусственный интеллект, а сейчас вот они поехали в Руанду для того, чтобы люди, которые в не очень хорошем социальном положении находятся и не имеют возможности доступа к больницам, поликлиникам, чтобы они могли дешевым способом диагностировать заболевания. В общем, проектов много, и все хорошие, следите, пожалуйста, social weekend, и подавайте заявку, участвуйте, почему бы и нет. Я еще раз вас познакомлю с нашими гостями, пиар-менеджер проекта Анастасия Пищенкова, и финалист восьмого сезона Марина Бегункова.